Это канал Высшие Технологии с самыми последними новостями из мира технологий В ответ на этот вопиющий случай ECLU отправил письмо в полицейский отдел Гонолулу, Департамент образования штата и Генеральную прокуратуру штата с просьбой преобразовать правила ареста, стереть все записи об аресте девочки и выплатить 500 тысяч долларов в качестве компенсации за вред и страдания, причиненные их представителями. В январе 2020 года родитель одного из учащихся начальной школы Хуновая в Гонолулу позвонил в школу, чтобы пожаловаться на рисунок, сделанный одноклассницей его ребенка, и потребовал, чтобы сотрудники позвонили в полицию. Когда приехали правоохранители, школьницу, которая обозначена в сообщении общественников как «НБ», грубо заковали в наручники и доставили в полицейский участок. Мама девочки Тамара Тейлор заявила, что ее вызвали в школу, но не дали увидеться с дочкой и не рассказали, что девочку увели в наручниках на глазах сотрудников и одноклассников, посадили в служебную машину и увезли. «Я была ущемлена в своих правах как родитель, а моей дочери отказали в праве на защиту и представительство старшего», возмущалась Тейлор в обращении, распространенном Союзом Защиты Свобод. Все забыли про то, как полиция себя ведет с афроамериканскими подростками. Женщина указала на то, что теперь они с дочкой будут травмированы этим событием, и что ей горько осознавать, что этот день навсегда останется в памяти девочки. В письме ECLU говорится, что девочка якобы нарисовала карикатуру на своего одношкольника за то, что он издевался над ней. При этом девочка сказала, что она не хотела, чтобы этот рисунок попал к адресату, но кто-то из учащихся вырвал его из рук школьницы и показал обидчику. Подробности того, что изображено на рисунке, не разглашаются.